Страна ФМ Все кроме обычного на канале ТВ3 Александр Муратаев Стараемся, поворачиваемся Ля-ля-ля, слушай, ну а ты действительно появился Я думал, ты телепортируешься Вот откуда-то сверху как-то Но это уже банально, это уже банально Я решил сегодня появиться вот так, просто обычным способом О, как мы рады тебя видеть, что ты к нам пришел Я вот здесь как-то на троне, как-то непривычно, вы там, я здесь Мы сейчас будем подносить тебе дары Друзья, это не просто человек Я какая-то человек-легенда Наверное, мне кажется, самый известный иллюзионист у нас в России Нет, но по крайней мере, твое лицо, мне кажется, знакомо многим Ну, я надеюсь на это Многим людям, кого ты обманул Друзья, друзья мои Сегодня будет очень много магии, кстати И Саша как раз-таки тот человек, который еще и веселит людей, правильно? Да Потому что мы в вечернем эфире всегда говорим о юморе Не без этого будет и сегодня Вы готовы? Оставайтесь с нами Немножко музыки Охота на Субару на стране ФМ У меня все под контролем, поэтому я выбрал Subaru Forester Созданный японскими инженерами для полного контроля над дорогой Оппозитный турбомотор и постоянный полный привод потрясают динамикой и маневренностью Клиренс 220 мм радует на бездорожье А удивительная обзорность позволяет наслаждаться контролем Subaru Forester создан инженерами Проект представляет ООО Subaru Motor Охота на Субару продолжается на теле-радиоканале Страна ФМ Да, друзья, каждый четверг вы можете стать настоящим охотником И поохотиться на наш ярко-красный автомобиль Который мы, кстати, каждую неделю прячем в разных уголках нашей большой и многоликой Москвы Иногда даже я этим занимаюсь Иногда даже и Мишка Но сегодня был Максим Колесников Итак, где же, вы спросите, кто, может быть, не следил за нашими фотоподсказками сегодня в утреннем эфире Итак, сегодня охота на Субару проходила в торговом центре Европарк на Рублевском шоссе Да, к 10.30 наши коллеги вместе с Максимом Колесниковым на ярко-красном Subaru Forester приехали на парковку Украсили, как всегда, как это полагается, наш автомобиль нашими фирменными шариками И стали ждать первых охотников Так вот, Мишка, уже к 10.50 приехал Павел Он-то в прошлый раз как раз-таки тоже охотился в торговом центре авиапарк Но не смог, к сожалению, тебя найти Ты же, по-моему, был в прошлой охоте Это так, что Павел не нашел в тот раз Что тебя не найти, да Но, кстати, Павел рассказал, что постоянно слушает и смотрит телерадиоканал «Страна.ФМ» И не пропускает ни одну охоту Итак, что было дальше? Во-первых, он приехал с сыном Это Александр Александр приехал с маленьким сыном Он как раз сегодня смог нас найти Мы услышали его интервью По очереди Александра приехала Нина Мы сейчас не должны запутаться У нас должна быть линия вот эта Потом Антон И еще была замечательная семья Белла и Рома С очаровательным первоклассникам И подарки Стойте, сегодня был будний день Кто-то не пошел в школу Они забрали... А, нет, они забрали ребенка из школы И сразу поехали От маски Я думала, ты сейчас скажешь, что про подарки Они забрали блиницу Подарки от Субару Автокосметику Сонакс Прибор антиблик от компании Лео Макс Шарики, футболки и еще много всего Друзья, все эти фотографии вы можете сейчас наблюдать на наших экранах А также подробный фотоотчет ищите в наших социальных сетях Следующая охота 27-го 27-го, не пропустите Охот на Субару продолжается Охота на Субару на стране ЭФ Ууу, дорогие друзья Сегодня у нас в вечернем эфире будет все, кроме обычного Потому что у нас в эфире сегодня фокусник Иллюзионист, артист оригинального жанра Александр Муратая Александр, я сразу, я вижу в руках карты, я хотел бы предупредить Это очень важно, денег у меня нет Поэтому не надо меня ни во что впутывать, завязывать Я готов посмотреть фокусы сегодня, поболтать А, кстати, фокусы будут, друзья Да, останьтесь, дождитесь этого момента Я хочу сейчас немножечко уделить времени вот этому ТВ-шоу Которое недавно вышло, которое сейчас, мне кажется, бьет вообще все рейтинги Потому что все фокусники не только нашей страны Но и вообще всех ближайших Ну и других стран, хочешь сказать, наша Да, и других стран собрались у нас И, кстати, Александр является самым главным членом в жюри Подожди, суть этого шоу в том, чтобы ты понял, как показывается этот фокус Правильно или нет? Суть в том, что, значит, чуть больше 70 иллюзионистов борются за главный приз 1 миллион рублей В жюри сидит три человека Я и две звезды Это Тимур Родригес, Юлиана Караулова, Азамат Музагалиев и Оля Сарябкина Еще была Ольга Картункова, но несколько раз всего Смысл в том, что они должны постараться разгадать, как делается фокус А, они? Да, а я подтверждаю, верны или нет То есть они мне говорят свою версию Допустим, они говорят, там нитки или лески Я говорю, правильно, и участник едет домой Все, я поняла Я просто, значит, спуталась с американским форматом Я смотрела что-то похожее, где там именно популярные иллюзионисты угадывали, как делается этот фокус Ну вот что-то такое, нет? Да, ну у нас на самом деле не так, может быть, уровень магии Я так несколько раз уже говорил, развит, как на Западе Поэтому я, наверное, ну я из всех фокусов не смог разгадать только два Поэтому получается... То есть из тех, а сколько их всего было? Фокусов было... у нас, по-моему, было пять туров в каждом... 70 иллюзионистов Урок математики, друзья Фокусов было много, да, не отгадал я только два И получается, если бы я оценивал, то тогда бы, ну... Не отгадал два То есть все остальные, в принципе, ты понимал, как они делаются И ты все это умеешь делать сам Тогда возвращаясь как раз к разговору о том, что у нас уровень фокусов такой, как на Западе Я, кстати, как человек просвещенный сразу скажу Не только на Западе, вот крупнейший форум у нас сейчас был в Южной Корее, на Востоке как раз Да, мы как раз на нем были Серьезно? О, расскажи Конечно, да, он, пожалуйста Это физм называется Да Он проходит каждые три года Я на каждые три года езжу В прошлый раз был город Риммини До этого Блэкбул Вот сейчас был Пусан Это корейский город, находится на побережье Съехалось... Ну вот в этот раз было мало иллюзионистов Обычно 4-5 тысяч человек В этом году было, по-моему, около 3 тысяч Вот, но с учетом того, что входной билет стоит 700-800 евро То 6 дней проходит такая крупная конференция Ну, это, скажем так, чемпионат мира среди фокусников Ну да Вот, и из России в этом году очень много ездило иллюзионистов Порядка там 30-40 человек Это рекорд для России Кто-то занял какое-то место, может быть, привез домой медали Проверяется у ВАДа сейчас на допинг, что-нибудь происходит ВАДа, слава богу, не участвует Вот, от России участвовали два иллюзиониста Они ничего не заняли Вообще, физм немного делит фокусников на две категории Есть фокусники, как Дэвид Капперфильд, Крис Энджел, Дэвид Блейн Которые там на телевидении показывают иллюзии Делают разные трюки постоянно На физме, знаете, участвуют такие ребята Которые 6 лет учат один трюк Отрабатывают его идеально И потом едут на физм выступать Это немножко скучновато Потому что хочется и здесь, и там И вот уличную магию, и сценические выступления Если ты как бы демонстрируешь постоянно один трюк Ты должен 6 часов в день, там, 3 года подряд Уделять ему внимание, чтобы выступить на физме И постараться выступить Слушай, а вот ты говоришь, 6 лет они делают один и тот же трюк Подожди, но время же идет стремительно вперед Тенденции, какие-то фишки, они же все время развиваются В основном, да, я понимаю, в основном выигрывают в манипуляциях В основном выигрывают или испанцы, или корейцы Это 90% иллюзионистов Манипуляции самый сложный жанр Они никогда не устаревают Манипуляция, это вот с картами или с чем? Это не только карт касается? Это не только карт Это, грубо говоря, когда в крупным планах Вас показывают, у вас там что-то прячется, пропадает постоянно Откуда-то берется и даже иллюзионисты смотрят Господи, откуда же это он взял? А, то есть это не такие грандиозные фокусы, когда бам, сопустили, что-то подняли Есть и грандиозные, да Но в основном в гран-при на таких соревнованиях выиграют манипуляторы Потому что это самое сложное считается в мире фокусов Прикольно Скажи, а есть в мире фокусов какие-то, ну вот реально, тенденции? Вот она как-то развивается Типа, это уже не показываем, ребят Это уже устарело Идем вперед И вот сейчас популярно что-нибудь там Может быть, хай-тек как-то привнес свои Да, это верно Мир фокусов идет за миром технологий Появляются айфоны, фокусы с айфонами Появляется Apple Watch, фокусы с Apple Watch Вот грубо говоря, особенно Запад старается вот В чем же дело, фокусы смотрятся естественно, когда они происходят вот с предметами, которые у нас в повседневной жизни Да Раньше, если это были кнопки, что такие телефоны, то фокусы были с ними Сейчас с ними фокусы выглядят устарело И, кстати, в шоу я пропагандирую это и говорю, что, ребят, надо показывать именно современные фокусы Да, свежак, конечно, чувствуем этим Потому что когда мы ходили за низ, платочки этих халям О нет, пожалуйста Когда ты сказал вначале о халай-махалай, я тебе хотел сказать Горящая трость, а я специально тебя так представляю Пошу, шучу На Казанском вокзале 50 лет уже с наперстками говорят о халай-махалай, все работает Да Вот люди на Гелендваген уже накопили, купили У них, да, есть какое-то свойство обманывать людей Но на самом деле фокусники этим не занимаются И все вот пытаются как бы делать современную магию, чтобы всем было интересно Потому что очень часто, когда приходишь на корпоратив и тебе говорят Ну что, сейчас опять будет этот летающий стол, опять будут шарики-платочки Да нет, ребята, фокусники могут быть современными И мы стараемся вот это пропагандировать, чтобы все иллюзионисты были современными А тогда скажи, кто сейчас в топе в мировом Вот мировой топ это кто, вот чтобы я понимал На данный момент это Дэвид Блэйн, конечно Серьезно? До сих пор Ну он все время как бы... Переобновляется, апгрейдится Да, и это главный его фокус, понимаешь? Все стареют, но нет Это и главный его фокус Да А что вот он делает, что прям вау и все? Один из последних трюков, никто повторить не может Он показывает, что у него во рту ничего нету Выпивает там пол-литра воды После этого еще раз показывает, что во рту ничего нету Потом берет стакан с водой и достает лягушку Лягушку? Да Ну Дэвид Блэйн делает очень много трюков, которые, скажем так, не фокусы, а то, что реально Это не монтаж Это не монтаж, это он, ну, я знаю, как это делать Просто расскажи, ну все, что мы ждем этого тебя и пригласили Да, ну это, скажем так, не секрет, и он это не скрывает Есть документальный фильм, грубо говоря, у него очень сильно натренировано вот внутри Гортань Ну вот гортань, потому что там внутри сейчас Подожди, он в теле держит? Да, да, да То есть ты показываешь, я думала, что в рубашке где-то прячется лягушка Показывал у Джимми Феллона фокус на американском телевидении, когда он там что-то зажег, поджег, показал, что во рту ничего нету И после этого у него вышло порядка двух литров воды, которую он вот здесь удерживал Это надо научиться контролировать блевотный вот этот рефлекс То есть и также лягушку можно там держать, удерживать долгое время Вот так называется трюк А потом обратно и лягушка в стакане, это очень круто Также он прокалывает себе руку, ну это я тоже вот повторял за ним, я прокалывал руку У меня на канале на ютубе есть этот трюк, когда я насквозь прокалываю иглу Вот, потом я научился так же, как он есть стеклянный стакан настоящий Вот, но за Дэвидом Блэйном очень тяжело успевать, потому что он, то, что он творит со своим телом Ему уже принадлежит мировой рекорд, то 26 минут, если я не ошибаюсь, под водой 26 минут? Да, да, да Без, в смысле, вообще какого-то революса под водой А может быть, ему жабры просто вставили куда-нибудь? Есть много разных деталей, там насыщение кровью кислородом, ну много есть Ну подожди, ну Дэвид Блэйн, это понятно, где-то там, друзья, я хочу узнать, как у нас в России вообще дела с иллюзией У нас есть народные умельцы Я уже услышал, да, летающий стол Саша, ну подожди, помимо тебя Ну понятно, что ты в топе, понятно, ты на всех телеканалах, ты во всех телешоу, ты, ты, ты Ну еще есть кто-нибудь, конкуренты вообще? Я не против конкурентов, я бы хотел, чтобы они были, потому что рынка хватит на всех Но конкуренция, я всегда это говорю ребятам иллюзионистам, она всегда движет, она заставляет других как бы расти Грубо говоря, вот на территории США есть Дэвид Капперфиль, Крис Энджел, Дэвид Блэйн, другие иллюзионисты И когда один переплевывает другого и делает крутое ТВ-шоу, да, другой, ага, мне надо тоже подрасти А когда ты здесь упираешься, грубо говоря, в России в потолок и думаешь, ну я и так самый классный Ну да, в этом году корпоратив «Газпрома», в следующем корпоратив «Газпрома» и еще Да, а хочется, чтобы была конкуренция, потому что только за счет этого ты начинаешь расти И твоя голова начинает как бы производить новые какие-то трюки, новые шоу Но пока этой конкуренции нет, и это приятно И пока этой конкуренции нет, мне хочется сразу же следом сказать, ну показывай Да, я даже готова все отложить Друзья, уже давайте как-то переходите на видео-версию Я откладываю, я не отдам планшет, я его откладываю Давайте, да, начну с чего-нибудь легкого, а потом перейдем к чему-нибудь сложному У меня есть колода карт, вот давай, проверь колоду карт, что здесь Проверь колоду карт Ничего Это карты, друзья, они бумажные, они вот все, да Не крапленые, никакие не помеченные Давайте я одну какую-нибудь на выбор возьму, ничего, она не двойная никакая, не рвется Обычная карта Но я хочу заметить, что я люблю фокусы показывать с обычной колодой карт Потому что когда часто приходишь в какую-то компанию, то находятся такие умники, которые дают свою колоду карт И говорят, а вот покажи с ней И в этот момент, как настоящий лизионист, ты должен уметь показать с ней А, с любой, да? Да Давай сделаем следующим образом, я перемешаю, я могу к вам подойти, я буду виден в кадре, да? Да, конечно, без проблем подходи к нам Я перемешаю колоду, я не буду знать, что находится в середине, видите, я полностью перемешал Давайте так, я буду перелистывать, я попрошу тебя в любой момент сказать мне Стоп, когда ты захочешь Да, окей, не проблема Давай, да, в любой момент просто меня останови, когда захочешь Стоп! Вот сейчас, в этом месте, да? Возьми, мне не показывай, чтобы я не заметил Мне не показывай, договорились? Да, я не подглядываю Покажи Маше Готово? А, понятно Так, мы выбрали одну карту, друзья, это для тех, кто нас не видит, а только слушает Если хотите, вы можете показать камеру Да, Александр отвернулся А вот так вот Я не подглядываю Давай, вот в эту, вот в эту, да Вот она, эта карта, друзья Все, мы запомнили До этого я перемешал всю середину, не знал, что там Я еще раз покажу, что все карты разные, это видно, да? Да Возьми колоду Убери свою карту в любое место, прямо куда-нибудь в центр Да, я даже отверну, чтобы ты меня не видел Отлично А могу перемешать? Перемешать? Михаил вставляет сейчас выбранную карту в центр колоды Перемешать ты хочешь, да? А можно было перемешивать? Ну, перемешай, ладно Я перемешал А вдруг ты там всю схему нарушил, Миша? Сейчас фокус не получится Перемешать, хорошая идея Я одна честно там Хорошая идея Маша, если хочешь, тоже можешь перемешать Я правильно? Да, спасибо большое Ну, хоть немножко поучаствую Да, 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 уж раз вы решили перемешать Я не особо на это рассчитывал, но Окей, надеюсь, у меня все получится Вообще, ну, как-то слабо перемешиваете Все перемешивают по-разному Твоя карта где-то здесь Ты ее не убрал? Ничего Не съел, ничего Я ничего не должен тебе На самом деле, я недавно был на детском мероприятии Ко мне подошел ребенок Сказал, я тоже хочу перемешать И начал перемешивать карты вот так Ну, знаешь, вот так, шеворот-навыворот Всю колоду Какие-то карты у него падали Вот Ну, это же ребенок Ребенок, да Ну, подожди, ну ты же ко всему всегда готов А я вам хочу показать, вот что из этого вышло И когда он всю колоду домешал Вот таким способом Видно, да? Вот так все Его карта просто вылетела, наверное, из этой колоды Я надеялся, что она не упадет Я вам покажу Какие-то карты оказались лицом книзу Видно, да? Да Какие-то лицом кверху Да Какие-то рубашки к рубашке Да Какие-то можно идти лицом к лицу Все по-разному, согласны? Мне нравится, что он сразу, то есть, перечисляет и сразу же эти карты появляются И все карты шиворот на выворот Смотрите внимательно Если вот так шелкнуть пальцем, то все карты перевернутся, видите? Все, кроме одной Аааа, наша карта! Твоя? Да Держи Ребята, это реально Я возвращаю тебе карты Слушайте, мы перемешали всю колоду Но Саша как-то сделал, не знаю, манипуляцию руками Что они обратно все встали рубашкой вверх И только лишь одна карта, двойка, крестья, стала, как это называется, лицом вверх Но это еще не все Это не все еще? Самое интересное, что в том месте, где она оказалась, у меня получились две кучки Ровные И самое интересное, что одна из них оказалась полностью красной А другая полностью черной Так Это... Я что-то должен сейчас говорить, да? Деньги, деньги, давай, мы должны показать, как это у нас Саша Ну, на самом деле, смотри, если присмотреться, кажется, что это двойка крестей А на самом деле? На самом деле, это двойка Бубей, видишь? Да, ты можешь ее проверить Друзья мои, мы вынуждены уйти сейчас на рекламу, как бы я не исчез и не превратился в червя А я хочу еще больше фокусов, друзья, оставайтесь вместе с нами Александр Муратаев сегодня у нас в гостях И после маленькой паузы мы по-моему обязательно верим Карманы, карманы, проверим Карманы, все нормально, все, поехали Александр Муратаев сегодня у нас в гостях известный иллюзионист и фокусник А, кстати, как ты больше, да, любишь... И мы не исчезли, и мы не исчезли, Машинофа, и Майк Бойс тоже все еще здесь Мы здесь, а мы никуда не собираемся исчезать Как ты больше любишь, когда тебя представляют, иллюзионист или фокусник? Я не обижаюсь на фокусник Фокусник, это как попроще, да? Попроще, да, иллюзионист как-то звучит более так Скажи, Саш, ну вот ты такие фокусы нам показываешь и в кадре, и за кадром А вообще, с каких лет ты начал этим увлекаться, и сложно ли этому вообще научиться? С 8 лет сложно, но, наверное, не самим фокусом, а подачей и как их показывать Потому что есть иллюзионисты, у которых техника прямо точна до совершенства Но за счет того, что они не умеют разговаривать, не умеют вовлекать зрителя в этот фокус Это становится скучно Тут очень важно уметь и то, и то делать И, как мне кажется, подача даже важнее Я иногда смотрю выступления иллюзионистов и вижу, что через минуту просто зритель засыпает И неважно, какой там эффект, ему уже скучно за этим наблюдать А когда иллюзионист как-то и шутит, и подает все это, то это становится, более красочнее становится уже Ну подожди, но самая главная составляющая Стало сейчас учиться фокусом Подожди, самая главная составляющая, это же все-таки иллюзия Вот сколько у тебя примерно времени уходит на то, чтобы овладеть новым фокусом? Смотри, какой фокус, есть фокус, с которым... Где ты их вообще берешь как-то? Ты их сам придумаешь, разрабатываешь Некоторые фокусы сам придумываю, некоторые смотрю на Западе И Запад намного сильнее развивается, быстрее И мы смотрим какие-то там эффекты, которые выходят каждый день Вот, есть фокусы, которым ты учишься просто там 15 секунд, потому что там ничего сложного Но есть классный визуальный эффект, до которого зритель не может догадаться А есть, вот я сейчас трюк готовлю, но, наверное, уже полтора года я не могу его отточить То есть он настолько сложный, это карточный фокус Манипуляция Да, карточная манипуляция И там нужна, ну, действительно, большая ловкость рук Вот, и очень сложно И я не хочу его раньше времени показать, потому что понимаю, что вот еще где-то там не отточено А какой вообще у тебя арсенал фокусов? То есть сколько? Это тысячи, десятки, сотни А ты, да, делал подсчет какой-нибудь, кстати Ну, знаю, примерно более там 5-10 тысяч, это там уже не посчитать 5-10 тысяч Умею, да, больше тысячи Ну, то есть это там... У меня есть файл, там называется «Библиотека фокусов» Я там все записываю, пишу Но я там уже сбился, давно не читаю Ну, смотри, ты также фокусы... Ты, кстати, сейчас следишь за всеми этими модными новыми интернет-тенденциями Ты развиваешь и YouTube-канал, и Instagram И постоянно, кстати, в Instagram тоже выкладываешь всякие фокусы Ты специально для инсты что-то подбираешь? Или, в принципе, это вот... Что умещается в 15 секунд или минуту? Нет, в минуту, в минуту, да Или специально придумываешь что-нибудь для инсты, чтобы... Да, иногда мы снимаем У меня есть друг, он занимается разными... Изготовлением разных эффектов классных Мы с ним продумываем, разрабатываем Он снимает и монтирует Вот, но... Мне, конечно, интереснее снимать не просто вот где я один в кадре И показываю какой-то фокус Хотя у меня в Instagram таких очень много Когда там я беру монетку на пальцы, кручу Или когда у меня там 50-100 рублей туда-сюда Или там зажигаю руку, там появляется печенька Много разных эффектов Но я больше люблю, когда есть зритель Когда есть реакция, живая вот эта, удивление Вот буквально на днях я выложил фокус, где я ем стакан И там много блогеров Там Николай Соболев, Ида Галич, Любарский Ну, там прям удивляются, проверяют этот стакан Говорят, это невозможно И вот их реакции, как мне кажется, намного круче, чем сам фокус Да, да Они такие, как, как? Там сами проверяют прям Причем это они мне дали стакан Они сами, кстати, попробовали его откусить? Да, 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 они, да, там Галич пытается прямо его откусить И ей Соболев кричит, не надо, это настоящее стекло, я точно знаю Вот, потому что я перед ним ел его раз 20 Вот, и вот это круто Подожди, несчастных случаев не было никогда? Может, ты там чем-то резался? Может, там не куда-то втыкалось что-то? Иголка в ладонь носковой, что-нибудь там застревала? Нет, я все время делаю такие опасные фокусы Как бы вместе с врачами Много тренировок Когда я прокалывал иглу сквозь руку Это тоже у меня можно посмотреть и на ютубе, и в инстаграме То я сначала сделал полностью, как бы, рентген руки Я посмотрел, где у меня проходят аорты Где у меня там нервы, сосуды Вот, это сложные трюки Но ты не делал там точечку, чтобы именно в это место вставить эту иглу? Как в криминальном чтиве не сделал, так точечку Раз! Нет, точечку не делал, потому что иначе, когда ты показываешь фокус, то зритель увидит, что он за точка Они увидят точечку, да Да, я просто четко понимал, куда мне надо вколоть иглу И откуда надо ее... Вот здесь есть маленький треугольничек И только из этого треугольничка может выйти игла Вот смотри, Александр, здесь тоже есть фокус у нас четко Вот здесь вот сейчас точечка есть И мы в нее вкалываем музыку И возвращаемся Так, у меня столько вопросов просто невозможно интересно сегодня Сопротивление просто бесполезно Итак, мы сейчас делаем вот так И никуда вас не отпускаем, друзья О, какие жесты От вас до новой пошли Ну а что, это моя микромагия А я таким же хочу жестом призвать что-нибудь научить Научи нас Да, Александр Муратаев сегодня у нас в гостях Сейчас будет учить Давайте я научу фокус Он может быть несложный, хотя он удивляет Но зато вы сразу же сможете научиться И повторить его, если у вас есть обычная колода карт Давай Вот мы не подготовились Сначала покажу Давай Потом, естественно, научу Возможно, вы догадаетесь сразу же и скажете об этом Итак, у меня есть колода карт Вы только что и видели С ней же покажу фокус Смотрите Итак, у меня есть карты Я разверну на вот первые четыре Раз, два, три и четыре Видно, да? Да Загадайте одну любую из них Первую, вторую, третью или четвертую Мы можем разные карты сейчас загадать Нет, одну надо одну, давайте Давай Скажите просто Шесть крестей Нет, какая она по счету, скажите А, вторая Вторая, вот Шестерка крестей Раз, два Она вторая Да Смотрите, я переверну все Раз, два Все верно И уберу в центр вашу шестерку крестей Теперь смотрите внимательно Оп И Она оказывается сверху О, она сверху А, я, мне кажется, знаю А это уже все? Это финал конкурса? Да, да, да Ага Смотри, мне кажется, ты просто, когда разворачивал колоду Ну-ка Потом ты ее опустил И Вот эти карты ушли вниз А ты нам достал карты, те, которые были наверху Это сложно, мне кажется И это можно долго тренироваться Я показываю фокус, который вы сможете научиться за минуту Так, окей Моя версия простая Я читал Фауста, я знаю А почему ты все это делаешь? Почему? Ты договорился с кое-схем Ну, было дело Так Ладно, смотри, на самом деле все очень просто Я покажу с этой стороны Когда я разворачиваю карты Зритель думает, что они находятся вот так И загадывает, допустим, пятерку червей Да На самом деле Небольшое движение, которым надо научиться Я одну карту убираю вот сюда И когда показываю зрителю Первая, вторая, третья, четвертая Этой карты он не видит Правильно После того, как он загадывает, допустим, вторую Семь глистей А, это не митик То есть для вас она вторая Для меня она раз, два, третья И когда я сворачиваю, я незаметно Эту карту оставляю сверху Говорю раз, два Убираю в центр А семерка крести сверху Но при этом у тебя семерка крести лицом кверху Она должна быть наоборот Сейчас я как пример показал просто Чтобы было понятно Да Естественно Ну так же она может быть, да, лежать рыбачкой кверху Потом головой щелкнуть и перевернуть Вот такой несложный Ну что, Мишка, попробуешь? Вот мне хоть сто раз покажи, расскажи, как это сделать У меня пальцы такие, понимаешь, вообще не заточенные Под карты У меня все развалится сразу Не такие же у тебя разваливающиеся пальцы, Маша А еще, хочу еще Вот еще Фокус Да Ну не научить уже, просто показать Да, давай Давайте Так, я сейчас Так, подождите Слушай, сейчас полез в карманы, друзья Что-то оттуда сейчас будет доставать Обычная кость игральная А? Обычная игральная кость Да, обычная игральная кость Здесь есть шесть граней Проверяешь кубик Логично Шесть граней Ну-ка Все так Нормально, обычный кубик А вдруг там что-то открывается Проверь, можешь проверить его прямо со всех сторон Нет, ничего Обычный кубик И так все очень просто Я тебе скажу шесть цифр Твоя задача после этого быстро подумать об одной из них И после этого не передумывать Окей Готов? Обещаю Четыре, три, один, два, пять, шесть Загадал какую-то из них Пока передай Маше свой планшет Теперь возьмешь кубик и положишь себе в руку этой цифры кверху Если загадал четыре, положишь вот так Если два, то вот так Если три, то вот так И закроешь и будешь держать вот так Да, но ты не будешь видеть, правильно? Я не буду видеть Потом ты откроешь и мы проверим Окей Итак, твоя цифра должна оказаться сверху Я вообще отойду На всякий случай отвернусь Но смотри, Саша Я положил Ты специально делал сейчас акценты на какие-то конкретные цифры Ну да, в этом ты и фокус Ты положил, я уже заранее знал, что ты загадал двойку Да Дал Как? Но первый раз очень легко, потому что все мужики загадывают двойку Почему? Подожди, а девчонки что загадывают? Давай еще раз, еще раз Попробуй меня обмануть Итак, я тебе скажу также шесть цифр Смотри на меня Четыре, три, один, два, пять, шесть Загадай любую Загадал Передумывать нельзя Так же сделай, чтобы она оказалась сверху Подожди, подожди Отвернись Поехали Есть? Да Ты загадал второй раз, всегда сложнее Но я думаю, что ты загадал уже что-то побольше Противоположно больше Если бы ты тогда загадал единю со двойку То сейчас не шестерку, а скорее всего пятерку Это так свежно, я не могу Это именно пятерка Маш, хочешь с тобой попробовать? Да Давай Ты сама А я первый раз загадала пятерку Вот если бы я играла, ты бы не отгадал Девчонки по-другому мыслят С ними сложнее, то же самое Значит, загадаешь Положишь так, чтобы она оказалась сверху И закроешь рукой Да, давай Итак, смотри на меня Четыре, три, один, два, пять, шесть Просто загадала какую-то цифру? Да Передумывать нельзя Нельзя, да Я отвернулся Отворачивайся Сейчас я посмотрю Я не подглядываю Как будешь готова, скажи мне А вдруг здесь какая-то камера? Я готова Ты можешь отойти в любой угол И сделать в любом месте Ты готова? У нас тут везде камеры Проверим тебя Девчонки всегда загадывают что-то большое Первый раз Да, они любят Типа шестерок там, типа такого Подожди Я не понимаю Да? Как он это делает, друзья? Но девчонки у них второй раз намного сложнее Здесь нет никакой Может быть зеркало какое-то Может отойти А, подожди, может быть от моих глаз отсвечивает? Не смотри А, ну как отсвечивает Развернись просто на стуле Давай, давай Развивай, смотри на меня Давай Четыре, три, один, два, шесть, пять Есть? Давай, да Все, загадала? Да Все, только не передумывай Ну не передумываю, конечно Готовы? Я думаю, что ты маленькое загадал Типа единички, скорее всего Ну почему? Ну как ты догадался? Ну Миш, ну как он это делает? Смотри, у меня тоже есть для тебя фокус Он всегда Ну-ка давай, давай, давай Он называется Блиц Садись Блиц Просто отвечай, не думая Не предупреждали Не предупреждали Я тоже буду тебя смотреть Итак, для меня самое важное в жизни Близкие люди Идти по жизни с юмором это? Это каждый день просыпаться с хорошим настроением Шутить и какие-то даже негативные ситуации Пытаться воспринять вот так с позитивом Если бы сейчас был не 2018, а 2018 год Что бы ты делал? Я бы думаю, то же самое И это было бы намного проще И тебя застрелили бы на костре от 2018 А 2018 В будущем Спасибо большое Я бы, мне кажется, изучал планету Потому что это было бы настолько интересно Я и сейчас люблю путешествовать А там бы, мне кажется, настолько... Когда ты будешь таким же креативным, классным фокусником Но уже старым, что правнукам скажешь? Я им скажу, ребята Не думайте, что в будущем все будет хорошо Если вы не будете прилагать к этому усилия А уже начиная с детства работайте над собой И если бы не юмор, то ты бы сейчас... Если бы не фокусы, я думаю, будет логично сказать Если бы не фокусы, то ты бы сейчас... Я бы играл в покер где-нибудь на Багамах Ах, вот оно что, друзья Сегодня у нас в гостях был известный иллюзионист Александр Муратаев Подписывайтесь на все его аккаунты И, конечно, не пропускайте ни один выпуск в Ютубе Спасибо тебе за этот эфир Вам спасибо У-у-у-у, супер